Добрый вечер, друзья! Мы со Светланой беседуем на темы, связанные с тем, что мы оказались вовлечены в прямые трансляции. Началось с перископа, потом мы стали пробовать и стали это делать на ютубе, вот это вот лайв-стриминг. И вот, Свет, поделись, что ты хотела сказать? Ну, во-первых, получается такая история, что жизнь показывает, что у нас немножко с Михаилом разная аудитория. И мне бы не хотелось вторгаться как бы в ту аудиторию и нарываться на те вопросы, на которые я не чувствую, что они мне интересны для ответа. Иммиграция. Иммиграция, да. Я могу поговорить о своем опыте в тестировании, потому что я работала там достаточно долго, но не более того. А вот все вопросы, связанные с как попасть в Америку, эти вопросы мне совершенно не интересны для обсуждения. А мне интересны вопросы, где мы говорим о жизни, об отношениях, о том, какие мы, воспитания, предназначения и так далее. И жизнь показывает, что есть аудитория, которая это интересна. Вот, поэтому тут возникает такой вопрос. Насколько аудитории комфортно, например, слушать меня в прямом эфире, или наоборот, это более комфортно слушать записанных видео, где можно подумать, промотать, послушать и так далее. То есть насколько режим вот такого прямого вещания, он интересен по аудитории, которая меня слушает. Ты говоришь про перископ или ютюб, или вообще все вместе? Да, и вот это я хотела тоже разделить. Дело в том, что качество записи перископии в ютюбе разное. Мне уже дали там комментарии, что плохо был услышан звук в последний раз, когда я записывала. Значит, я постараюсь включить отдельный микрофон и попробую, как будет с микрофоном отдельно. Это был перископ или что это? Это был не перископ, это была веб-камера и встроенный веб-камеру микрофон. И на компьютере у меня она слушается в записи нормально, никаких проблем я не вижу, достаточно громко и все. Но люди жалуются, что тихо, и это тот вопрос, который, ну, это очень полезно услышать, такой фидбэк. Поэтому я попробую включить в следующий раз отдельный микрофон, посмотрим, как получится. То есть я думаю, что мы такими последовательными шажками, последовательными итерациями. Кроме того, если ты знаешь, что тихо, ты можешь перед тем, как вешать, в смысле, когда ты делаешь видео, ты можешь посмотреть, подрегулировать. Это все регулируется или ты знаешь, что в этом есть какой-то аспект? Ну, еще раз, мы будем пробовать, да? То есть мы должны найти некоторые оптимальные... Мы ищем, мы еще не пришли в точку. Да, оптимальный режим, потому что оборудования становится все больше и, в общем-то, сложно это все одновременно совместить. И разный софтвер, и разный хардвер, и, в общем, ну, получается, что... Надо найти пути. Найти нужно правильные пути, мы только еще как бы ищем все это. Вот. И, опять же, да, то есть что лучше, Перископ или Ютуб? Потому что я тоже понимаю, что аудитория разная, и у них тоже разная компьютерная грамотность, и разные возможности по части пользования вот этими самими девайсами, да? То есть Ютуб можно спокойно смотреть с стационарного компьютера. И, наверное, для моей аудитории, которая, я думаю, наверное, женщины, вот, им, наверное, проще смотреть с компьютера, с таза. А может быть, я ошибаюсь, а может быть, наоборот, им, они смотрят, у них телефон, и они смотрят с телефона. Вот такой, какой бы фидбэк, да, отклик, да, хотелось бы услышать, откуда лучше вещать, если вещать в прямом эфире. На Ютубе лучше сохраняются ответы, поэтому для меня, например, было бы гораздо легче. Вопросы? Вопросы, которые вы задаете в онлайне, важны. Они очень, на самом деле, там вопросы такие, которые, да, нет, не ответишь на них, да? Более того, на них нужно как-то подумать и поразмыслить. Подготовиться, да. Да, и на самом деле, вот они-то как раз и есть самое интересное. Да. Вот, поэтому прямой эфир для меня в целом важен, да? Но нужно понять... Так обратно. ...о чем мы говорим, да, в прямом эфире. То есть такие вопросы, где можно ответить да и нет, там вопросы бегут очень быстро. Людей много и вопросы бегут один за другим, поэтому там нет времени. Не то, что подумай, а даже просто отвечать на вопросы, нет времени, потому что уже бегут следующие за ними. Ребята советуют не просто вот так вопросы и ответы, а задавать заранее тему. Да. Что вот, допустим, я не знаю, там, воспитание детей. Другое дело, что в режиме прямого такого общения все равно будет, ну, может быть, будет на 20% меньше таких вопросов левых, но все равно люди спрашивают то, что им в данный момент интересно. Ну, вот понимаете как, есть несколько разных режимов, да? Есть режим, например, тоже онлайн, тоже в прямом эфире, называется вебинар. Что такое вебинар? Сидит докладчик, да? И докладывает. И докладывает. А те люди, которые хотят задать ему вопросы по тому, что он докладывает, там есть тоже чат, и они могут задать. Но во всяком случае имеется в виду, что он все-таки докладывает ту тему, за которую он заявил. Это один режим. В Перископе же и в Ютьюбе Лайф формат немножко другой, это формат живого разговора. Там нет времени докладывать свою тему, там люди общаются, да, более динамично. Поэтому вот для этой динамики нужно подумать, а какие, да, вопросы мы хотим обсуждать. Я слушала других блогеров, но там более такие сиюминутные вопросы. Ой, а что вы любите кушать? А что вы любите носить? А куда вы любите ходить? Вот то есть сюсю-мусю. Сюсю-мусю, которая требует, ну, просто одной фразы, чтобы ответить. Но может быть надо оставлять вот это вещание живое, оставлять для сюсю-мусю, потому что все серьезное требует другого формата. Но среди этого сюсю-мусю я хочу получать эти вопросы, потому что почему-то эти вопросы люди под видео не задают. Хотя я бы тоже с удовольствием их получала бы в виде комментариев под нашими видео. Ты знаешь что, как человек, который ведет вебинары каждую неделю по несколько, я могу сказать, что вебинар исключительно похож на ютюбовскую трансляцию. Исключительно похож, с одной разницей. В ютюбовской трансляции все-таки у тебя есть камера, там веб-камера, и она на тебя смотрит, и ты как-то живьем, так лицом там участвуешь. В вебинаре они видят твой экран. Поэтому если у тебя на экране ничего нет, то это очень скучная картинка, если там просто какая-то статическая картинка, живости нет. Нет, но люди, наверное, хотят пообщаться. Я тоже понимаю, вот последние дни мы так находимся вот немножко в этом смерче таких вот прямых трансляций. Я тоже понимаю, что, конечно, живое общение, вот мы едем по дороге, например, показываем дорогу. Казалось бы, мы эту дорогу уже тысячу раз показывали, и люди могут видеть ее в записи тысячу раз, когда светло, и те же самые горы, и все то же самое. Но эффект живого присутствия, он совершенно по-другому действует. Но возникает общение. Когда возникает общение, когда мы с вами одновременно видим одно и то же. Вот это прикольно, конечно, очень. Безусловно, в этом есть какая-то фишка своя, потому что мозги трещат. Вот я вчера, что ли, когда это было, значит, там два часа был в линии, просто потому, что у меня есть лэптопчик, и лэптопчик я беру с собой на дачу. И я его на даче, значит, запустил, поставил софтвер для того, чтобы делать при трансляции в ютюбе, сделал какие-то настройки. И смотрю так, вроде бы, как качество повыше, что ли, чем вот я раньше наблюдал. Я думаю, надо спросить народ, вот сейчас мы зайдем. Вот я зашел и два часа. И там в какие-то моменты доходило до 260 участников, и невероятное количество вопросов там задается, такая большая активность. Вот, так что это такое увлекательное действие. Да, и оно энергетическое очень. То есть это такой, это немножко стресс, конечно. Адреналинчик, да. Адреналин, но это приятный стресс, скажем так. Поэтому, опять же, если у вас есть интерес, то давайте этот вопрос обсудим. Теперь, мы приняли как бы принципиальную такую позицию, что нам нет смысла делать два разных аккаунта, один Михаил, один мне. На Перископе. На Перископе, на Ютюбе. То есть я отвечаю заранее, потому что я понимаю, что будут отклики создать отдельный аккаунт. Нам нет смысла этим заниматься, потому что я занимаюсь этим походку, когда у меня есть вдохновение. И это будет очень, может быть, нечасто. А так вот Михаил ведет более часто, и он поддерживает эту жизнь. То есть нам так удобнее. Но там был вопрос, как разделить люди, которые хотят послушать тебя, которые хотят послушать меня. Хотя есть такие, которые, наверное, и те, и другие, и того, и другого. Да, давайте мы будем делать так. Мы будем, например, если это живой эфир, то мы будем вначале вывешивать, например, имя, скажем так, Михаил. И тогда всем понятно, что если у вас там кипикает это самое ваше оповещение, и вы смотрите, увидите Михаил. И говорит, окей, да, я иду слушать. А, допустим, будет написано Светлана, он говорит, окей, я не буду слушать. То есть мы даем вам такую возможность выбора демократическую. Как-то негативно. Светлана, тоже будем слушать. Просто другие люди. Ну, другие люди, да. Да, хорошо. Вот. То есть мы вам даем такой альтернативный вариант, потому что тоже понимаем, что в прямом эфире, где люди слушают, они тратят тоже свое время. И мы ценим свое время, и мы ценим ваше время тоже. То есть мы будем разделять по названию сюжета. Да. Мы будем, чтобы было видно, кто конкретно говорит. Вот я не знаю, друзья, вы заметили, нет, что там было столпотворение машин, была авария. И вот по противоположной полосе уже едут милицейские машины, спасательные. Правда, я не заметил. Я вот так за дорогой следил. Да, ну, не знаю. Тебя слушал. Да. А я еще и заметила вот это. Ну, видишь, как ты машину не ведешь. Вот. Так что, значит, у меня остался, у меня случился казус. Так. Буквально вот в прошлый раз, когда я вещала, там появился очень интересный комментарий. Женщина пишет, да, там вот сложности сообщения, общения с мамой, которая старается всю вину, очевидно, свалить на дочку. И все время в претензии. И я написала ответ на этот вопрос, и он исчез. Исчез вопрос, и исчез ответ из комментариев. Поэтому. Но были они там? Кто они? Когда ты ответила, оно было там? Ты видела, что? Да, конечно. И мало того, я дала на него ссылку в другом комментарии. Я понял, я понял. Значит, моя версия такая, что оригинальный вопрос был удален, а с ним вместе ушел твой комментарий. Да, во всяком случае, это тема для отдельного разговора, да? И мы можем поговорить на эту тему в следующий раз. Так, для затравки. Вот что делать, если вот, например... То есть отношения родителей, детей, когда уже есть свои дети, да? Да, да. Такое постарше, дети постарше. Там был вопрос... Взрослые дети и родители, когда пожилые родители предъявляют взрослым детям претензии. А там было еще такое, можно ли допускать бабушку и дедушку к воспитанию внуков? Это и следующее, мы еще до этого не дошли даже. Хорошо, это тоже хорошая тема, мне нравится. Это тоже очень хорошая тема, да. Все, ребят, счастливо, чтобы так не растекаться мыслями по древу. Да, да, ждем комментариев. Так, какие мысли есть на эту тему, давайте. Спасибо. Спасибо.